Дорожный просвет 15-летний отца-убийца. Семейная драма, потрясшая Самару. Эксперты собрались за круглым столом, чтобы обсудить, как предотвратить подобные трагедии. И вновь продолжается бой. Ямочный ремонт в Самаре в самом разгаре. Травай исполненных желаний в Самару привезли на испытание новую машину. Поздравления первых лиц, бенефис и тайны закулисья. Актеры отметили День театра. Дислоцированная в Самарской области миротворческая бригада Центрального военного округа была поднята по тревоге. В войсках прошла внезапная проверка боевой готовности. Батальон, боевая тревога, тревога, тревога! Подразделения бригады уже завершили все мероприятия по приведению высшей степени боеготовности. Сейчас они совершают марш в назначенной районе на Рощинском полигоне, где примут участие в пятидневном двустороннем тактическом учении с боевой стрельбой. Бригада – единственное миротворческое соединение в сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники. Кировские и фронтинские мосты Михаил Бабич назвал примерами крупных проектов дорожной сети Приволжского федерального округа. Вопросы развития автомобильных дорог и обеспечения безопасности трафика обсудили главы 14 регионов ПФО, депутаты Госдома, представители региональных и федеральных министерств. Заседание состоялось в Саранске. Особое внимание уделили инфраструктурным проектам, связанным с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Подробности расскажет Лариса Шалафаст. Больше 50 тысяч человек получили травмы в результате аварий на дорогах Приволжских регионов. Такую статистику озвучили на заседании Совета Приволжского федерального округа. Причин аварийности много. Состояние пешеходных переходов, нарушение в сфере пассажирских перевозок, снижение транспортной дисциплины. Сейчас мы еще фокус наведем на эту проблему и более предметно посмотрим на наиболее опасных участках, что можно сделать. То, что сейчас прозвучало предложение представителям ВД по организации тросового ограждения, чтобы минимизировать случай выезда на полосу встречного движения. Другие меры, конечно, будем принимать. И это крайне важная задача. Особое внимание уделили подготовке к Чемпионату мира. Сразу несколько регионов округа будут проводить матчи в 2018 году. Чтобы довести дороги до нормативного состояния и решить вопросы транспортной доступности спортивных объектов, из федерального бюджета выделят порядка 15 миллиардов рублей. 11 мероприятий из 41 направлены именно на развитие дорожной сети. Это касается в основном подъездов к аэропорту, строительства развязок, ну и также тех дорог, по которым пройдет основная масса автомобилей, перевозящих и зрителей, и участников Чемпионата. За последние годы в округе построены и реконструированы тысячи километров дорог. Сотни населенных пунктов получили круглогодичную транспортную связь. В качестве удачного примера Михаил Бабич привел строительство Кировского моста в Самаре и добавил, что в стадии реализации находится еще один самарский проект – Фрунзенский мост. Оба объекта строятся при поддержке федерального бюджета. Комментируя итоги совета, губернатор Николай Меркушкин отметил, что в 2016 году регион готов выполнить все запланированные объемы по ремонту и строительству дорог. То, что запланировано нами по объему и ремонтов, и строительству новых дорог, что касается Чемпионата мира в том числе, мы эти объемы все обеспечиваем и финансированием, и естественно, если не будет никаких корс-мажорных обстоятельств, с погодой или еще что-то, мы выполним те объемы, которые предусмотрены на этот год. На заседании совета округа губернатор Николай Меркушкин получил из рук полпреда Михаила Бабича благодарность президента России за оперативную организацию материальной и методической помощи городам и районам Крыма. В 2014 году Самарская область взяла шество над Сакским районом полуострова. Лариса Шлафаст, события. У белорусской метелицы появился челябинский конкурент – серенький, но очень приметный. Трехсекционный трамвай у из Катавского завода вышел в свой первый рейс. По Самарским улицам. В трамвайном депо про новинку говорят – космического уровня. Дизайн действительно впечатляет. Оправдает ли ожидание трамвай, станет понятно после трех месяцев испытания. Вот насколько комфортно вагоны уже оценила наша съемочная группа. Марина Кравцова и Максим Гусев стали первыми пассажирами инновационного трамвая. Он совсем новичок. Это первый трамвай новой модели Усть-Катавского завода. И делать первые шаги по рельсам, приехав в Самару еще в конце декабря прошлого года. Здесь он учился правильно вести себя на дорогах во время ночных тестов, рассказывает водитель с 27-летним стажем Игорь Осадулин. Именно здесь со специалистами из Санкт-Петербурга, из Усть-Катава, Чехословакии мы учили его ездить. А теперь будем учить его работать. Комфорт в трамвае под стать автомобилю бизнес-класса. Противооткатная система позволяет удержаться на любом наклоне. В арсенале новинки также антиблокировочные и антипробуксовочные системы, гидравлические тормоза и совсем уж роскошь – подогрев водительского сиденья. Теперь трамваю предстоит доказать свою уникальность на маршруте под номером 5. Планируется, что такие вместительные вагоны приобретут к чемпионату мира по футболу 2018 года. Мы должны проверить его эксплуатационные характеристики, вывести его на линию, посмотреть, как он работает, как себя показывают его составные и запасные части. Будем собирать отзывы и вот по этому трехсекционному трамваю посмотрим, что нам говорят жители. Свои впечатления самарцы смогут описать в книге отзывов, которая будет в вагоне. Комфорт и удобство для пассажиров – одно из главных качеств этого трамвая. Зимой здесь должно быть тепло, а летом прохладно. Вагоны оснащены двумя мощными кондиционерами. Повсюду низкий пол и мягкие сидения. Усть-Катавский трамвай может разгоняться до 75 км в час. Есть у него спутниковая навигация, система видеонаблюдения, электронное табло. Первые эмоции пассажиров – восторженные. Очень комфортно, очень все чисто и современно опять же. Особенно зимой в них теплее как-то я чувствую. Вместимость такого трамвая больше 200 человек. В три раза больше, чем у обычного. Тестовое испытание уже прошла белорусская метелица. Теперь проверят ее челябинского собрата. Покупать будут лучшие по соотношению цена-качество. Но это в перспективе. А пока парк обновляют одновогонными трамваями. 20 новых выйдут на линию в этом году. Пять уже прибыли в Самару. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. До старта генеральной уборки Самара осталось 4 дня. Но коммунальные службы города не стали ждать официальной отмашки. Усердие мэр, конечно, оценил. Но до идеала, считает Олег Фурсов, еще далеко. Марина Матвеевшина побывала на традиционном совещании в администрации, чтобы узнать, какие векторы задал глава города. Чем громче заявляет о себе весна, тем больше рабочих в оранжевых жилетах можно увидеть на улицах города. У дворников, трактористов и водителей мусоровозов наступает горячая пора. Большая весенняя уборка. В преддверии субботников эти люди уже начали отважное сражение за чистоту и порядок. Но темпы надо наращивать, говорит глава города Олег Фурсов на общегородском совещании. На той неделе смотрел советский район, смотрел промышленный район, видел, что люди работают, но все далеко от идеала. Есть замечания по Кировскому району, по Октябрьскому большие замечания. Значит, меньше своим сотрудникам давайте сидеть в кабинетах на работе. Не надо ждать субботник. Если центральные районы сейчас у нас уже освободились от снега, значит, никто не мешает вам и средники организовывать, и субботники те же самые. Не ждите даты проведения общегородского субботника. Дорожники тем временем не ждут ни удобных дат, ни милости от природы. Ямочный ремонт в самом разгаре. Рабочим удалось нарастить рекордные темпы – 1600 квадратных метров дорожного полотна за сутки. Всего в этом году предстоит отремонтировать почти 40 тысяч квадратных метров. Больше половины уже сделано. Дороги по гарантии будут ремонтировать подрядчики. По более надежной технологии – картами, когда установятся положительные температуры. Все подрядчики, которые на сегодняшний день есть, там разрушение есть незначительное, но готовятся все выйти. Дружно плановая дата назначена на 15 апреля. Тогда же начнется ремонт картами и на других городских улицах. Планируется делать не просто большую заплатку на поврежденном участке дороги, а ремонтировать весь участок от борта до борта. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События. На этом же совещании мэр представил нового главного редактора «Самарской газеты». Редакцию возглавила Наталья Федорова. Более 9 лет она работала в структурах муниципальной власти, из них 7 лет на руководящих должностях. С 2012 года она возглавляла пресс-службу главы «Самары». Ну а как началась неделя на экономическом фронте, знает наш обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Для национальной валюты неделька началась неплохо. Нефть перевалила за 41 доллар 7 центов, и это повышение оказывает поддержку рублю. На 29 марта Центробанк установил курс доллара США на отметке 67 рублей 78 копеек. Курс евро 76 рублей 69 копеек. Золото стоит 2686 рублей за грамм, серебро стоит 33 рубля 62 копейки за грамм. Премьер-министр призвал правительство возобновить индексацию пенсии с 2017 года, а россияне оказались более ответственными заемщиками, чем американцы. Кстати, американцы гораздо спокойнее относятся к долгам, чем жители многих других стран. А на сегодня это все. Удачи в делах. Ульяновская и Астраханская области теперь будут жить по самарскому времени. Стрелки на час вперед жители перевели в ночь с субботы на воскресенье. В России времени менялось уже два года. На этот раз жители шести регионов сами попросили перемены, жалуясь на то, что световой день слишком короткий. О временных изменениях ульяновцев расспросила Алина Чемерес. Легким движением руки световой день увеличивается. Теперь Астрахань и Ульяновск в одном временном строю с Самарой. Разница с Москвой на час. Тех, кто собрался в ближайшее время в поездку, предупреждают. Билеты, где указано время отправления, действуют по прежним правилам. Люди говорят, главное, теперь в жизни стало больше солнца. Будет позже темнеть, соответственно, подольше можно будет с ребенком гулять. Это нам очень важно, молодым мамам. Ну и плюс, конечно, попозже, я так надеюсь, будет светать и, соответственно, у нас сдвинется немножечко подъем. Для нас было, например, неудобно то время. Ничего мы себя про... и вчера, и сегодня проснулись, нормально чувствуем. Изменений нет никаких. Мы живем летом на даче. Вот в три часа уже солнце в четвертом сходит, представляете? А вечером в девять темно уже. Еще надо работать во всю. Я за. Я сто процентов за. Традиция переводить стрелки появилась в России почти век назад. После революции страну разделили на 11 часовых поясов. Затем стрелки часов гоняли туда-сюда. И вскоре время официальное во многих регионах стало отличаться от астрономического. Ежегодный переход с летнего времени на зимний и наоборот придумали, чтобы люди могли более разумно использовать световой день и экономить электричество. После того, как шесть регионов страны добровольно сменили часовые пояса, в ближайшее время временных изменений не обещают. Алина Чемерес, Константин Головин, События. Количество преступлений, жертвами которых стали подростки, в Самарской области выросло почти на 10%. Эти цифры озвучили в областной прокуратуре, подводя итоги прошлого года. По данным надзорного ведомства, почти половина преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а именно 300 случаев, это жестокое обращение с ними и нанесение побоев. Не исключены случаи, когда детей избивали собственные учителя и даже родители. По итогам прошлого года завели более 100 уголовных дел. Напомню, в эти дни продолжается расследование дела в отношении 15-летнего подростка, который в марте убил своего отца, а также тяжело ранил мать и сестру. По одной из версий следствия, на преступление парень пошел после семейной ссоры, инициатором которой могли стать родители мальчика. Чтобы не доводить ситуацию до трагического предела, всем взрослым специалисты советуют не замалчивать факты насилия над детьми и сообщать об этом в надзорные органы. Поступает ребенок в больницу или учительница, увидела, что у ребенка синяк, вот по закону они обязаны сообщить в органы. Иногда просто, ну как бы, ну мало ли, может стукнулся, да, такое бывает. А мы говорим о том, что не надо так относиться. Надо, увидел, сказал, остальное не ваше дело, разберутся. Не виноват, упал, все хорошо. А если его побили, то мы отреагируем. А теперь коротко о других темах дня. Из-за сильного тумана в аэропорту Курумыч в выходные дни было задержано прибытие самолетов. Это шесть рейсов из Москвы, Сочи, Оренбурга, Уфы, Сургута и Нижнего Новгорода. Экстремальную посадку вынужден был совершить и самолет Як-42. На борту находились 78 пассажиров-вахтовиков. Они летели в Новый Уренгой. После взлета из аэропорта Курумыч приборы показали падение уровня масла, поэтому пилоты приняли решение вернуться. Никто не пострадал, транспортная прокуратура проводит проверку. Космонавт из Сызрани Михаил Корниенко вошел в список влиятельнейших людей мира. По версии журнала Fortune он занял 22 место в списке. Свою позицию Михаил Корниенко разделил с американским коллегой Скоттом Келли, с которым провел на борту МКС почти 11 месяцев. Журнал отмечает заслуги людей со всего мира в бизнесе, политике и искусстве. Мужчин и женщин, которые изменяют мир и вдохновляют на это других. Уголовное разбирательство о шантаже инвестора нового самарского кардиоцентра Сергея Шатила близится к завершению. Напомним, в совершении преступления обвиняют трех самарских блогеров – Дмитрия Бегуна, Наталью Умярову и Олега Иванца. По версии силовиков, они требовали 3 миллиона рублей с предпринимателя за удаление нескольких компрометирующих его публикаций из своих живых журналов. Прокуратуру подписало обвинительное заключение. После того, как стороны ознакомятся с ним, дело направят в суд. Апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобы на приговор Ленинского районного суда, вынесенный собственнику СВ Поволжское. Алексей Гриншпун признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 700 миллионов рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор Ленинского райсуда без изменения. 2 апреля в МТЛ-арена пройдет областной межнациональный праздник «Наврус-2016». В нем примут участие 7 национально-культурных центров. Казахская, Туркменская, Узбекская, Азербайджанская и Киргизская национально-культурные автономии приглашают самарцев вместе встретить праздник весны. 27 марта все актерское сообщество отмечало свой профессиональный день. Театр Самарская площадь давал бенефис Геннадия Муштакова. Актер полюбился самарцам, остросоциальными ролями в «Жизбе Гоголя», «Богатых невестах Островского» и других постановках. Праздник решили приурочить к двойному юбилею – сценическому и человеческому. «На сегодняшний день вот это мой дом, вот это мой стол, накрытый белоснежной скатертью, вот стоит чай. И я хочу пригласить вас сегодня вот в этот мой дом, где мы с вами попробуем поговорить о судьбах двух знаменитых поэтов Серебряного века». У актера театра Самарская площадь тройной праздник – профессиональный день театра и бенефис по случаю двойного юбилея – сценического и человеческого. Он весь вечер на арене для зрителей приготовил сольную чтецкую программу, стихи русских поэтов. Бенефицианта поздравил глава города Олег Фурсов. «Я хочу выразить вам искреннюю признательность лично от себя за то, что вы нам дарите возможность приобщаться к искусству, утолять вот этот культурный и творческий голод. Я хочу поблагодарить вас за прекрасный спектакль, который вы сегодня нам подарили. Пожелать вам вашей творческой биографии новых высот, крепкого здоровья, успехов и талантливых воспитанников». Геннадий Муштаков полюбился самарцам остросоциальными ролями в «Женитьбе Гоголя», «Богатых невестах Островского» и других спектаклях. Народный артист Башкортостана известен своей разноплановостью. Об этом хорошо знают коллеги и поклонники его таланта. «У него поэтический вечер, я его и поздравлю поэтически. Вы увидите, каков наш Геннадий Муштаков». «Бенефис» – это всегда, сами понимаете, очень торжественно, с одной стороны, с другой стороны, очень волнительно. И, естественно, Геннадий сейчас в таком полустрессовом состоянии. То есть и приятно, и в то же время волнительно. После спектакля бенефицианту заслуженные аплодисменты, зрителям – угощение. Коллектив театра угощает своих гостей ставшими уже традиционными капустными пирогами. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. День театра – это праздник не только для актеров, но и для тех, кого зритель не знает, зато может оценить результаты их труда. Одна из самых важных профессий за кулиси – костюмер. Там, где редко ступает нога журналиста, в цехах Самарского драмтеатра побывала Марьяна Мирная. «Не доиграем, тогда выглядим» – пословицу придумали актеры драматического театра, чтобы оценить работу бойцов невидимого фронта – костюмеров. Сейчас посмотрим костюмы, как мы говорим, святая и святых, идущего репертуара. Но, правда, это женская сторона, это костюмер, это женские гримерки. Сюда мужчинам вход воспрещу. Этому платью 26 лет. Это мое первое платье, которое я скроила в этом театре. Это платье Версанны Ершовой. И спектакль «Правда, хорошо, а счастье лучше». Татьяна Ананьева пришла работать в Самарский драматический простой закройщице в 90-м году. И сразу выучила, главное, чтобы костюмчик сидел. В первую очередь, что у женщины, какой недостаток – и большая грудь, и маленькая грудь. Здесь за счет выреза или за счет всевозможных накладок можно увеличить грудь. Иногда удивляются, кто сидят в зале близкие. Ой, милая, откуда у тебя такая красота взялась? А домой пришла – нет ничего. Именно Татьяна Ананьева знает, какая талия была у легенды театрального мира Веры Ершовой. Ершова, сколько я ее помню, она все время в одном и том же весе, она никогда не попавлялась и не худела. У нее талия была 68 сантиметров, но это где-то 34 сантиметра общие. И вот у нее была, у Оли Шибуевой была такая талия, у Сашки Мараковой. Но это та плея актеров, с которыми приходилось работать тогда. В День театра принято поздравлять в первую очередь актеров, но сами артисты никогда не забывают о тех, кто помогает им творить искусство и нести его в массы. Декораторы, монтировщики и, конечно, костюмеры заслуживают зрительских аплодисментов не меньше. Слышите этот грохот и шум? Я нахожусь в Святая Святых, там, где не ступала нога обычного зрителя, прямо под сценой. Над моей головой актеры репетируют очередной спектакль. Как раз сейчас актеры готовят новый спектакль «Холстомер» по повести Льва Толстого. Премьера назначена на 9 апреля. К слову, костюмов на сцене будет больше полусотни, так что работы у костюмеров достаточно. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Католики встретили один из главных христианских праздников – Пасху. В этом году он выпал на 27 марта и отмечается на 5 недель раньше Пасхи Православной. К торжествам, которые прошли в Самарском костюле, его служители тщательно готовились. О том, каким католический храм встретил верующих, репортаж Алины Чемерес. В праздничные дни костел должен сиять чистотой. Генеральная уборка и обустройство храма на плечах его служителей. На Пасху излишества в убранстве недопустимы. Оформление костела в обычные дни и во время Великого поста и Пасхи существенно различается. Сейчас, например, здесь практически нет украшений. Из атрибутов только те, которые имеют непосредственное отношение к празднику. Главный символ католической Пасхи – гроб, в котором лежит Иисус, мастерит монахиня Марта. Рассказывает, каждый год оформляет его по-разному. На этот раз в ход идут зеленая материя и белое полотно. В Страстную Пятницу мы воспоминаем погребение Иисуса Христа, его смерть, праздное крестье и погребение. И таким образом символически мы напоминаем этот факт, что его положили в гроб. Без специального облачения и религиозной символики. На уборке настоятель католического храма отец Маркус, как говорится, в гражданском. Чтобы костел встретил прихожан божественной чистотой, священник сам взялся за швабру. Говорит, в преддверии светлого праздника порядок надо наводить и вокруг себя, и в душе. Борка, это как будто внешний аспект, займет свое время, но это не главное. Главное то, что происходит внутри человека. Католическая Пасха в этом году на пять недель раньше православной, которая выпала на 1 мая. Такая разница из-за расхождений в календарях. На следующий год Пасху все верующие будут отмечать вместе. Дата главного христианского праздника в западной и восточной традиции совпала. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. А теперь пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Парашютно-лыжные двоеборья выиграли представители 63-го региона. Иван Матюшенко, десятикратный чемпион страны по армрестлингу. Баскетбольная Самара, пятая в российской суперлиге. Баскетбольная Самара выиграла последний матч суперлиги у Ижевского. Купол родники уже на первых минутах самарцы вели в счете 11-2. Купол ввалил, а хозяева площадки точно отрабатывали штрафные броски. Рисунок игры не изменился до конца встречи. И Самара уверенно победила в 82-63. В итоге пятое место в суперлиге. Купол родники на 13-м, чемпион регулярного сезона Сахалин. В подмосковном Раменском на чемпионате страны по армрестлингу не было равных Ивану Матюшенко супертяжеловес. Категория 110 килограммов выиграл спарринги как на правой, так и на левой руках. Заслуженный мастер спорта заработал максимальное количество очков 50 И завоевал 10-ю золотую медаль национального чемпионата. Серебро у питерского борца Артема Георгиева, бронза у белгородского спортсмена Максима Полупанова. По итогам турнира самарец поедет в мае на чемпионат Европы, а в октябре на чемпионат мира. В Магнитогорске завершился чемпионат России по парашютно-горнолыжному двоеборью. И в этом оригинальном виде спорта самарские атлеты показали класс. В личном зачете золотая медаль у Алексея Буренина. Серебро еще у одного армейца Антона Филиппова. В командном зачете сборная Самарской области с большим преимуществом по набранным очкам почти 100 завоевала первое место национального первенства. Перемь на втором месте, Новосибирск на третьем. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok